Андрей Николаевич, какой же сегодня главный вопрос? Где? У кого? Здесь. Ну, пока форум только начался, поэтому на разных сессиях идут разные вопросы. Но вообще, в принципе, главный вопрос и, как мне кажется, для форума, для, если не для всех, но для большинства участников его, но, в общем, и для всех тех, кто считает себя свободными гражданами, свободной России, это вопрос о том, как заканчивать с этим политическим режимом и как создавать новую страну. И создание новой страны предполагает работу по многим направлениям. Это работа, по многим из которых, в том числе, проходит сессия. Я бы назвал три самые главные. Это замена политического режима. И создание функционирующей политической демократии в России. Второе, это воссоздание, а может быть даже и создание правого режима, который известен в мире под названием режим конденса права. Дело в том, что особенностью нынешнего российского авторитарного режима является не только ликвидация политических прав и свобод российских граждан, но и ликвидация права как такового. Можно было предъявлять немало претензий, например, советскому режиму, который был и авторитарным, и тоталитарным, а в отдельном периоде был гораздо более жестким, чем нынешний российский. Но нельзя не отметить, что там присутствовал определенный уровень права. Он был очень специфическим. Это было право авторитарного и даже тоталитарного режима, но это было право. Дело в том, что нынешняя ситуация в России характеризуется отсутствием права как такового. То есть это право такого бандитского сборища. И этим нынешняя ситуация в России радикально отвечает. Ну и, наконец, третье принципиальное направление – это отказ от имперской политики, отказ от имперской идеологии. И это признание значительной части российского общества ненапустимость агрессивных действий, имперских действий по отношению как к своим ближним соседям, так и дальним соседям. Вот эти три вопроса, на мой взгляд, являются самыми важными для сегодняшнего российского общества. Создание полноценной функционирующей демократии, создание верховенства права, системы верховенства права и отказ от имперскости и имперской идеологии. Вы любите говорить о будущем очень и предполагать очень многое. Скажите, вот Россия сможет ли сохраниться как империя? Значит, это очень серьезный вопрос. И мы должны посолдовать себя счет, что мы подразумеваем под словом «империя», потому что Россия в нынешней границе. Значит, я бы так сказал, этого сейчас не знает никто, но если встает вопрос о том, а, видимо, вопрос такой может встать, и исключено, что, по крайней мере, по отношению к некоторым территориям точно встанет, а по гектам уже точно встал уже, что важнее для российских граждан, российского общества сохранять под своим контролем территории с населением, которое не хочет жить вместе в составе России и оставаться тогда при этом авторитарным, жесткоавторитарным или даже полуноталитарным государством. Либо же стремиться к тому, чтобы создать полноценную функционирующую демократию, стать свободным обществом. Для этого, для того, чтобы стать свободным обществом, надо дать свободу и другим народам. И вот эта дилемма, вот этот вопрос, наверное, сейчас является для значительной части российских граждан самым болезненным, потому что многие об этом даже не думают. Даже вот эта война против Украины, война, предыдущая против Грузии, показывает, что для многих людей просто само представление о свободе собственной, которое не может быть достигнута без предоставляющей свободы другим народам, вот эта идея еще не слишком глубоко поселилась в головах многих российских граждан. Скажите, пожалуйста, вот Путин, он стратег, тактик, или он как-то ведет себя... Кто? Путин. Или он просто сей в хаос? Нет, конечно, он имеет очень четкое представление о том, чего он почерпывает. И надо сказать, что в течение этих 17 лет, в течение которых он находится у власти, он так или иначе, конечно, с поправками, с изменениями, но он преследует эти цели. Хотя они, конечно, функционируют по методам, но эта цель остается, конечно. Цель – это быть у власти? Ну, эта цель, она... Об этом, честно говоря, да, такая цель присутствует, но она является, на мой взгляд, важной, очень важной, но, может быть, даже, не побоюсь и слова, не то чтобы второстепенной, но наряду с другой целью. А на самом деле, для них очень важным является ощущение восприятия себя в качестве равного со стороны других крупных, уважаемых держав и центров силы в современной мунистерстве в Соединенных Штатах Америки. И вот его действия, собственно, нацелены на то, чтобы обеспечить признание либо с помощью уговоров, либо с помощью угроз, либо с помощью силы, либо с помощью шантажа, либо с помощью террора, либо с помощью каких-либо иных средств. А вот это, в кавычках, возьмем равноправие, восприятие себя равным Соединенным Штатам Америки. То есть в сознании существует картина некой Ялты-2, повтор той ялтинской подзывовской системы, в которой Советский Союз и Соединенные Штаты занимали исключительное положение в мировой системе, но были более или менее равными друг другу и воспринимались таким образом. Нет ничего, что вызывало бы и вызывает столь болезненную истерическую реакцию, когда американские президенты или американские деятели начинают говорить о России как о региональной державе, о второстепенной стране, о том, что экономика составляет одну пятнадцатую часть от американской экономики, об уровне жизни и так далее. Вот если кто-то хочет лично оскорбить, то это как раз тот самый способ добиваться максимального эффекта. И поскольку с точки зрения экономики, с точки зрения населения, с точки зрения уровня развития, с точки зрения технологий, наук и прочих институтов современного общества, современная Россия не сопоставима ни с Европой и тем более с Соединенными Штатами, то единственным фактором, который теоретически может балансировать и конкурентировать является сила. Является применение силы, применение военной мощи, угрозы, террор, насилие. Именно поэтому, убедившись в провале своих усилий на экономическом поприще, которые, по крайней мере, по началу были, собственно говоря, сейчас перешли к использованию вот таких инструментов, которые обычно применяются в темном переулке. Но, тем не менее, такие механизмы действительно обеспечивают, по крайней мере, краткосрочно и в тактическом плане некое признание со стороны Соединенных Штатов и Западного мира необходимость поддержки диалога более или менее нараво. Но это, конечно, тупиковый путь. Почему Путин прощает долги другим государствам, но не с вами наоборот? Дело в том, что он не в состоянии получить. А может быть, он откаты получил? Ну, наверное, не без этого, но, честно говоря, гораздо больше можно получить на использовании бюджетных средств и государственного имущества на территории России, нежели оказываться под пристальным вниманием со стороны международных органов и других стран в таких операциях. Это могут быть какие-то там граждане, которые занимаются непосредственно списанием на одну, например, крупнейший документ на списание долгов было подписано не Путина, а Чубайсу. Чубайсу еще в 96-м году при вступлении России в Парижский клуб Чубайс подписал документ, которым от лица Российской Федерации согласился на списание 90% долга стран Третьего мира в адрес России. Сумма внешнего долга от России тогда составляла порядка 150 миллиардов долларов. Не трудно посчитать, сколько составляет 90% от этого. И при том, что Путин тоже как бы не жадничает, списывает большие объемы, но даже эти объемы не сопоставимы с тем, с чем согласился тогда Чубайсу. Считаете ли вы это преступлением? По отношению к российским гражданам, безусловно. По отношению к гражданам других стран, к которым списывали эти долги, конечно, нет. Там в УМИ, конечно, нет. Которые так нефть согласились с Егор Семеновичкой. По отношению к российским гражданам, конечно. Скажите, пожалуйста, принято ли Западом, США и Европой принципиальное решение уничтожать путинский режим? Нет. А вот эта война компроматов, что вы знаете? Дело в том, что это всего такая пропагандистская линия, которая рассказывает о том, как там Семеновые Штаты окружают базами, там делают подробные кампании, и все так. Это понятно, что это сделано совершенно намеренно, и это делается пропагандистами в Кремле и в Кремле, но любой, кто хоть немного знаком с тем, как работают западные демократы, понимает, что это просто чушь. Чушь просто не потому, что они этого не хотят, если бы они захотели, они могут быть этого сделать, но их природа, по крайней мере, в настоящее время такова, что они этим в принципе не могут заниматься, и они этим не занимаются. Для того, чтобы они перешли к этому, им действительно необходимо вступить уже не в гибридную, о настоящем войне, о масштабном войне. На самом деле, даже во время холодной войны, которая занимала 40 с лишним лет, ни одно из государств, запада, не принимало таких решений по ликвидации советского режима. По борьбе, по сдерживанию, по недопуску в тот или иной регион мира, по созданию проблем, да, но задачи ликвидации советского коммунистического режима никто никогда не ставил. Это такая, можно сказать, печальная, для некоторых, может быть, или радостная, для других, новость. А как для вас? Ну, это просто, это факт жизни, который просто показывает, что из себя представляет западный мир. Да, он вел программы на радио «Свобода», «Свобода Европы», «Немецкая волна», «Би-Би-Си», «Клубос Америки». Да, они поддерживали, по крайней мере, моральных диссидентов и правозащитников. Да, они делали возможные публикации выдающихся российских писателей, работы, которые были закрыты и не могли бы быть опубликованы в Советском Союзе. Но, по большому счету, настоящие борьбы против советского режима они не верят. И эти рассказы, которые были написаны после, с рассказом о том, что там «Грейген», какую-то там программу, это все сказка. Вы живете и работаете в США, правильно? И в США, и в России. И в России. А сейчас такая предвыборная гонка в США идет. Что? Президентская гонка? Президентская гонка. Да, везетская гонка. И, в общем-то, Дональд Трамп сочувствовал Путину для его поддержки. Там какой-то коррупционный скандал был связан с Хилари Клинтом и так далее. То есть, может быть, только Бернис Андерс против? Что? Бернис Андерс может быть, против Путина. Вы знаете, я не готов делать прогнозы по поводу американской президентской компании, но, прямо скажем, она, конечно, весьма необычна. по американским меркам. И сейчас, как вы хорошо знаете, в республиканской партии выберет все возможные силы для того, чтобы не допустить номинацию Трампа от республиканской партии на президентских выборах. когда год тому назад выявилось лидерство Трампа, очень многие в Америке говорили, что такого быть не может, потому что не может быть никогда и рано или поздно он просто отвалится и выйдут другие. и сейчас мы видим, что этого не произошло. Трамп не только лидерит, но и усиливает свое лидерство. И, конечно, во что это выльется, сейчас предсказать очень трудно. Но, что говоря, кандидаты из демократического фланга тоже не самые сильные. но на республиканском фронте просто настоящих массов. И последний вопрос об оппозиции, которые уже из-за границы в Санкт-Петербурге, да? Каспаров, Ходорковский, Львов, Касьянов и Россия. Как вы оцениваете их усилия для изменения в Санкт-Петербурге? Нет, ну, вы понимаете, можно так сравнить, говорить, сколько оппозиционеров в 1938 году находились на территории Германии. Мы должны определить за пределами Германии. Понятно, что в какой-то степени любое сравнение Храваити оно не является 100%, но надо отдавать себе отчет, что современный российский режим является жестко авторитарным. В каких-то аспектах полу-тоталитарным. И рассчитывать на то, что в условиях жестко авторитарного и полу-тоталитарного режима внутри страны будет функционировать эффективная политическая позиция, способная к прийти власти, это наивность. Такого не было никогда в истории, и этого не будет в России, и не будет в России. Поэтому смена политического режима в России может произойти, но она не может произойти демократическим путем, оранжевым путем, или как там, вельветовым, бархатным. Таких случаев не бывает. Бархатным путем происходит переход от мягкого авторитарного режима, от жестко авторитарного режима никакого бархата не бывает. Это кровавый переход. Как, каким образом, с какой ценой, в течение какого времени, это другие вопросы. Но утверждать, как делают некоторые так называемые оппозиционеры, сейчас торопящиеся участвовать в парламентских выборах в Государственную Думу. В лучшем случае это чудовищная наивность, ну а в лучшем случае вы сами можете подобрать адекватный термин этому поведению. Спасибо. Пожалуйста.